Константин Симонов На рассвете пять красноармейцев решили незаметно пробраться к Москве. Путь их лежала через маленький полоткрытый скверик, в котором стояло несколько сгоревших танков и бронемашин, наших и немецких, и не было ни одного целого дерева. Корчали только расщепленные стволы, словно обломанные чьей-то группой рукой на высоте человеческого роста. Посреди сквера красноармейцев засек получасовой минный налет с того берега. Полчаса они пролежали под огнем, и, наконец, когда немножко затихло, двое легкораненых уползли назад, таща на себе двух тяжелораненых. Пятый, мертвый, остался лежать в сквере. Я ничего не знаю о нем, кроме того, что по родному списку фамилия его была Чакулёва. И он погиб 19-го числа утром в Белграде, на берегу реки Савы. Должно быть, немцы были встревожены попыткой красноармейцев незаметно пробраться к мосту, потому что весь день после этого они с маленькими перерывами стреляли из миномета по скверу. И, по прилегавшей к ней улице, командир роты, которому было приказано завтра перед рассветом повторить попытку пробраться к мосту, сказал, что за телом Чакулёва можно пока не ходить, что его похоронят потом, когда мост будет взят. А немцы все стреляли и днем, и в захвате, и в сумерках. Около самого сквера, подаль от остальных домов, торчали каменные развалины дома, по которым даже вдруг не было определить, что из тебя представлял этот дом раньше. Его настолько сравняло и с землей в первые же дни, что никому не пришло в голову, что здесь еще может кто-нибудь жить. А между тем, под развалиной, в подвале, куда вела черная, наполовину заваленная кирпичами дыра, жила старуха Мария Джогич. У нее раньше была комната на втором этаже, которая осталась после покойного мужа на столовой сторожке. Когда разбила второй этаж, она прибралась в комнату первого этажа. Когда разбила первый, она пришла в подвал. Девятнадцатого был уже четвертый день, как она сидела в подвале. Утром она прекрасно видела, как в сквер, отделенный от нее только искалеченной железной решеткой, проползли пять русских солдат. Она видела, как по ним стали стрелять немцы, как кругом разорвалось много мин. Она даже наполовину высунула из своего подвала и только хотела крикнуть русским, чтобы они ползли к подвалу, потому что она была уверена, что там, где живет она, безопаснее. Как в эту минуту одна мина разорвалась около развалины, и старуха, оглушенная, свалилась вниз. Больму ударилась головой о стену и потеряла сознание. Когда она очнулась и снова выглянула, то увидела, что из всех русских в сквере остался только один. Он лежал на боку, откинув руку, а другую положил под голову, словно хотел бы удобнее устроиться спать. Она крикнула его несколько раз, но он ничего не ответил, и она поняла, что он его убил. Невцы иногда стреляли, и в скверике продолжали взорваться мины, поднимая черные столбы с земли и срезая осколками последние ветки с деревьев. Убитый русский одиноко лежал, подложив мертвую под голову. В голову скверики, вокруг него валялась только изнутренная железа и мертвая деревьев. Старуха Джокич долго смотрела на убитого и думала. Если бы хоть одно живое существо было рядом, то она, наверное, рассказала бы ему о своих мыслях. Но рядом никого не было. Даже кошка, четыре дня жившая с ней в подвале, была убита при последнем взрыве осколками кирпича. Старуха долго думала, потом, порывшись в своем единственном кузле, Вышла оттуда что-то, спрятала под черной вдовью плато и неторопливо вылезла с нога. Она не умела не ползать, не перебегать, она просто пошла своим медленным старушечем шагом к скверу. Когда на пути ей встретился кусок решетки, оставшийся целый, Она не стала перелезать через ногу, она была слишком стара для этого. Она, наверное, пошла вдоль решетки, обогнула ее и вышла в сквер. Немцы продолжали стрелять по скверу из минометов, но ни одна мина не упала близко от здоровья. Она прошла через сквер и дошла до того места, где лежал убитый русский красноармеец. Она с трудом перевернула его лицо вверх и увидела, что лицо у него молодое и очень бледное. Она пригладила его волосы, с трудом сложила на груди его руки и села рядом с ним на землю. Немцы продолжали стрелять, но все их мины по-прежнему падали вверх под миром. Так она сидела рядом с ним, может быть, час, а может быть, два, и молчала. Было холодно и тихо, очень тихо. За исключением тех секунд, в которые рвались меры. Наконец старуха поднялась и, отойдя от мертвого, сделала несколько шагов по скверу. Вскоре она нашла то, что искала. Это была большая воронка от тяжелого снаряда, уже начавшая заполняться водой. Опустившись к воронке на колени, старуха стала гостями выклёскивать со дна накопившуюся там воду. Несколько раз она отдыхала и снова принимала из-за этого. Когда в воронке не осталось больше воды, старуха вернулась к мертвому. Она взяла его под мышки и потащила. Тащить нужно было всего десять шагов, но она стара и три раза за это время сходилась и отдыхала. Наконец она дотащила его до воронки и стянула вниз. Сделав это, она почувствовала себя совсем усталою и долго сидела и отдыхала. А немцы все устреляли, и по-прежнему их мины рвались далеко от него. Отдохнув, она поднялась и, став на колени, перекрестила мертвого русского и поцеловала его в лоб и вверх. Потом она стала потихоньку заваливать его землю, которой было очень много по краям воронки. Скоро она засыпала его так, что из-под земли ничего не было в нее. Но это показалось ей недостаточным. Она хотела сделать настоящую могилу и снова отдохнув, начала подгребать землю. Через несколько часов она горстями насыпала над мертвым маленький холмик. Уши вечера, а немцы все стреляли. Насыпав холмик, она развернула свой черный вдовий платок и достала большую восковую свечу. Одну из двух венчальных свечей, 45 лет хранившихся у нее со дня свадьбы. Порывшись в кармане в платье, она достала спички, воткнула свечу в изготовье могилы и зажгла ее. Свеча легко загорелась, ночь была тихая, и пламя поднималось прямо вверх. Она зажгла свечу и продолжала сидеть рядом с могилой, все в той же неподвижной позе, сложив руки под платком на колени. Когда они нервались далеко, пламя свечи только колыхалось, но несколько раз, когда они разрывались ближе, свеча гасла и один раз даже упала. Старуха Джокич каждый раз молча вынимала спички и опять зажигала свечу. Близилось утро, свеча догорела до середины. Старуха, пошаривая вокруг себя на земле, нашла кусок перегоревшего кровельного железа и с трудом согнув его старческими руками, воткнула в землю так, чтобы он прикрывал свечу, если начнется ветер. Сделав это, Старуха поднялась и такой же неторопливой походкой, какой она пришла сюда, слухом пересекла сквер, обошла оставшийся целый кусок решетки и вернулась в подвал. Перед рассветом рота, в которой служил погибший красноармеец Чеплев, под сильным минометным огнем, прошла через сквер и за него мозг. Через час или два совсем расцвело. Вслед за пехотинцами на тот берег переходили наши танки. Бой шел там, и никто больше не стрелял из минометов по скверу. Командир роты, вспомнив о погибшем вчера Чеплеве, приказал найти его и похоронить в одной братской могиле с теми, кто погиб сегодня в поле. Тело Чеплева искали долго и набрасно. Вдруг кто-то из искавших бойцов остановился на краю сквера и, удивленно вскрикнув, начал звать остальных. К нему подошло еще несколько человек. «Смотрите!» — сказал красноармеец. И все посмотрели туда, куда он показывал. Около разбитой ограды сквера, над засыпанной землей воронкой от снаряда, выселся маленький холм. В головах его был воткнут полукруг, горелый пашелец. Прикрытые им от ветра внутри тихо догорали свечу. Огар уже отлывал, но маленький огонек все еще трепетал, не угасая. Все подошедшие к могиле почти разом сняли шапки. Они стояли кругом, молча, и смотрели на догоравшую свечу, пораженные чувством, которые мешают сразу заговорить. Именно в эту минуту, незамеченную ими раньше, в сквере появилась высокая сторона в черном доле плотке. Молча, тихими шагами, она прошла мимо красноармейца. Молча опустилась на колени у холмика, достала из-под плотка пусковую свечу, точно такую же, как та, агарок, который корену могилу. И, подняв агарок, зажгла от него новую свечу и в отборную землю на прежнее место. Потом она стала подниматься с колен. Это ей удалось не сразу, и красноармейец, стоявший ближе всех, помог ей подняться. Даже и сейчас она ничего не сказала. Только, посмотрев на стоявших с обнаженными головами красноармейцев, поклонилась им. И строго, отерная в конце черного плотка, не глядя ни на свечу, ни на них, повернулась и пошла обратно. Красноармейцы проводили ее взглядами и, тихо переговариваясь, словно боясь нарушив тишину, пошли такую стуну к мосту через реку сам, за которой шел бой. Пошли догонять свою роду. А на могильном холме среди черной от пороха земли из уродованного железа и мертвого дерева горело последнее вдове достоянного венчальная свеча, поставленная югославской матерью и могилей русского сына. И огонь ее не гас и казался вечным, как вечные тигинские слезы и сыновные божества. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Видите ли о чем? АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...